Итак, мы из Селябинска. 15 лет назад нашими родителями был посажен абрикос. Сорт неизвестен. С момента посадки не ухаживали. Последние 6 лет носили все удобрения под кормки по расписанию. Ой, бедные. 3 года назад заплодоносил. Погодите. На 13... 6 лет удобрений. На 13-й год? Я сейчас только обратил внимание, что 15 лет. И 3 плода. В прошлом году 10, в этом 30. На 13-й? Ну пусть на 12-й. Ох, вас научили. Ох, переучили. Я вот про это хотел. Потому что 15... То есть 3 минус 15. 15 минус 3. Ужас. Ну дальше вы уже поняли, что это такое. И ведь главное тот, кто учил удобрения уносить под кормки. По расписанию. Есть еще расписание, друзья. Они составляются так, что где бы они жили? У полярного круга. Так? Друг Кандауров. Как вы там? Еще не замерзли? Вот. Или, например, Олег Олегович из Брянска. Это почти юг России. Вот. А везде одно и то же. Расписание. Вот это глупость, которую делали как? Принцип такой. Автору нужно сребреники. Чем больше статья, тем больше гонорар. И это проходил. Я, правда, за этим не гнался, но получал хорошие деньги. Вот. Самое смешное, что моя длинная, короткая или длинная статья была много-много слов, запятых все. И гонорар был тысячи или две. Рублей. А я там не говорю, что вы вносите это, это. Я написал, не вносите ни это, ни это. И я за это получал. А потом я получил по морде. Меня прогнали с трибуны международной конференции. Там у академика только пять штук было. Вот. И никто за меня не заступился. И никто потом не написал, и не позвонил, не сказал. Понимаете, мы вас поддерживаем. Только потому, что если этого не делать, не делать, не делать, не делать, тогда вообще нахрена нужны эти книги и статьи. А сейчас еще интернет. Ну ладно, теперь смотрите, я гражданин Соколова. Я вам, надеюсь, ответил. Дело в том, что ответ такой. Это ваша фотография. Так. Это ваше дерево. Сразу. Вы знаете, как это? Посмотрите, сколько было отрезано веток. Ну вы же про меня не знали. Поэтому не буду я вам это отстригать пальцы вместе с секатором. Ну не знали вы этого. Что вот это вот нельзя делать. Никогда. Белить нельзя. По-моему, остатки по белке. Вот. Вот. Ну и. Неужели этому дереву сколько там лет? По-моему, 12. Да, 12. Как оно росло-то? У него за три года такие вырастают. Ну за пять. Ну ладно. Короче, мы его закормили. Мы им не давали расти. Что-то такое было. Ладно. И поэтому вы пожаловались на опыление. Поэтому я пишу. Дерево, как и нам, нужен супруг. Лучше несколько. Для опыления и зачатия. Один из вариантов прививка в крону. Может испытать новый сорт. Можно дерево. Оно не смертельно. Две-три прививки сделать. И тогда дерево станет деревом садом. Это один из вариантов. И вдруг вы пишите. Оказывается, это было следующее письмо. На участке четыре абрикоса. Есть Кичединский. Есть Академик. Два года плодоносит. Гражданин Соколок. Чей Академик. Если мой, пришлите, пожалуйста, фотографию. Я вас умоляю. Если мой. Но скудно. Ну, тоже, получается, некому опылить. Саратовский рубин. Зачвел, но не завязался. Вот. Пожалуйста, опять и чей Академик. Потому что Академиком торгует, допустим, Ураусы торгуют. От меня получили когда-то. Не один сервер, а сотни серверов. Быстро развили это все. И продолжают уже, только забывая сказать, чьи они. Он ведь… Академик. Академик. kost vantagemги.